Естественно, ракета же летит прямо, а Украина круглая, и естественно ракета, получается, пролетает мимо. Ну, значит, здесь у нас есть только два варианта, вот как можно исправить эту ситуацию. Ну, значит, первый вариант, это достаточно такой дорогостоящий, это значит нужно поверхность Земли просто выровнять, то есть она как бы идёт изогнутая, вот как глобус, а нужно просто сделать такой прямоугольный, скажем так, глобус. Ну, тогда как бы тоже ракета будет доставать только там, где вот прямая поверхность, а где уже уходит как бы вниз. Ну, соответственно, уже тогда ракета не долетит, конечно. А второй вариант, получается, это просто уже сразу изначально изготавливать изогнутые ракеты, чтобы они повторяли контуры земли. Но здесь тоже есть свои минусы, то есть тогда нужно орудие, из которого, значит, выпускается эта ракета, значит, ствол тоже должен быть изогнутый. То есть все танки, все грады, значит, они должны иметь вот такую вот форму, чтобы это четкое было попадание, вот то, чего мы пытаемся и добиться, скажем так. Вот поэтому сейчас все ученые Сколково разрабатывают специальное оборудование, которое будет изготавливать изогнутые, так сказать, ракеты.